всем привет друзья это игра террария и я решил поизучать мир и решил поизучать мир в котором я нахожусь но сначала мы вернемся домой и я вам покажу что я так сказать приобрел во первых я собрал полный доспех из багрянца так потом я добыл себе метеорита и благодаря вот такой вот штучки из как вот такому черепу который делается у нас из обсидиана я не получал урон от огненных блоков я думаю все об этом знать но все равно друг вдруг есть единицы людей которые об этом не знают и благодаря как бы этому черепу я мог наступать на блоки горящие по ним бегать добыл метеорит и в принципе я честно говоря не довольно таки большое количество я уже его переработали я честно говоря не понимаю прям смысл этого метеорита может быть я что-то не понимаю давайте заценим что из него можно красить во первых мечи вот такие вот джедайские мечи потом метеор хам акс это что же получается это получается что ли как бы и топор и а точнее кирка и то есть в одновременно это кирка и молот вот это вот кстати интересно я сейчас только сейчас только прочитал название и поэтому да скорее всего акс повар пик акс а то есть это и топор путь нет это начни кирка а топор и давайте сделаем топор и молоток получается как то так ну это в принципе можно элементарно и очень быстро и очень легко проверить ай да да это как топор как нет нет как топора как молот точно а как топор мы сейчас проверим вот на деревьях тоже вот да и как топор тоже круто круто намного меньше забудь занимать место это реально круто давайте сложим эти предметы куда-нибудь вот сюда старый может быть когда-нибудь я их потом продам также у нас из этого же метеорита можно сделать джедайские мечи которые я сделаю обязательно мне бы хотелось это их попробовать также можно вот такую вот книгу призыва маунта дрели какой-то да но здесь смотрите такие материал нужны невероятные потом метеор став который тоже делаете какие-то материалы которые мне непонятные броня только я так понимаю она как бы магическое потому что вот здесь вот есть два таких интересных пистолета это вот такой вот space gun и star cannon который делается из мини-шарки мини акулы который еще до сих пор приобрести не могу потому что мне не хватает золота а вот этот лазер который space gun винтовочка довольно таки неплохая штучка она стреляет вся фишка что она тратит ману и пробивает сразу несколько целей вот для массовых замесов это конечно незаменимая вещь когда особенно там орды на вас нападают или что-то в этом роде это незаменимая реально вещь а так вот в принципе один на один конечно она не очень поэтому я ее наверное возьму все таки но так на время и давайте знаете что еще возьмем сразу возьмем ну допустим пускай у нас будут вот сиреневый меч где-то здесь наверное делается да и здесь я могу сделать пурпурный меч и смотрите 22 урона и not кнопбак отталкивание меньше но 22 урона всего лишь но меньше урона чем у моего меча но только из-за того что прикольно мне нравится только из того что он мнение не модернизированный давайте его промодернизируем но здесь вот всего лишь смотрите уже с одной модернизации я получил намного больше урона по крайней мере урон точнее такой же стал плюс 14 процентов демиджа то есть это больше critical strike на 2 больше и ну и кнопбак на 5 больше то есть но в разы круче по моему просто вот джедайский меч конечно в разы круче и броня броня из этого метеорита делается такая же что она повышает магический урон и я думаю мне это пока что не очень нужно давайте сложим мечом пускай где-нибудь может быть когда-нибудь мне пригодится еще хотел быть он материал вот это жесть этот меч оказывается еще и материал для чего для супер какого-то там меча который мы в общем надо оставить этот меч в любом случае надо не забывать я часто забываю смотреть на предметах материал ли это или не материалы может быть не стоит продавать некоторые предметы ну что ж пойдете погнали поизучаем наш мир потому что также мне советует и в джунглях сходить там какие-то материалы подавать но вот я сначала нашел пустыню точнее пустыня нашел давно но я в ней не бегал то есть я не лазил в ней чтоб там в пещеру спускаться может быть там что-то интересненькое будет поэтому давайте изучим хотя бы начальные пещеры пустыне потом может быть отправимся дальше отлично жалко нету нигде не написано какого-то моего урона вот и написано допустим defense да а вот именно урона общего какого-то что дает проценты там допустим какие дополнительные вещи которые у меня к примеру есть на урон вот нету сумер суммарного так сказать результата спокойно научился я пользоваться спокойно 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 плюс как видите я здесь набью еще а при вот такой материал как вот как это клешни что ли я честно не знаю как они переводятся и попытаться прочитать я тоже не буду ну-ка блин небо какой-нибудь какой-нибудь знаете я понимаю что скорее всего такого нет наверное здесь но все-таки было бы классно если был бы какой-нибудь приборчик который бы ну типа какого-нибудь фонарика который бы освещал территорию ну как на каске да но он такой бы статичный был а лучше каком-то роботы который бегал за мной освещал территории что-нибудь в этом роде то есть не какой-то ухты вот что это за материал ухты я какую-то комнату нашел вот это что за материал 10 вот и вот я такого не встречал вполне же может быть из него что-нибудь можно интересное сделать потому что я стараюсь сейчас находить как можно больше разных материалов чтобы как сказать знать из чего можно вообще все делать и какая-то ваза silver coin бомбочки ну заберем давайте все где-то лазить червяк так а ну-ка так ладно давайте то просто пойдем сидеть вот паутина это видит так я вижу какой-то туннель я думаю он так вот сейчас и будет как муравьи смотрите он реально пустыне как бы как муравьиное гнездо такое все туннелями туннелями пробита как раз они здесь вот он опять еще одна какая-то комната спокойно 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 видите как странно что только ухожу из одной комнаты сразу попадаю в другую и притом они как-то странные какие-то насекомые так ну-ка что у нас тут в сундуке здесь кинжалы железо ну в принципе я думаю на верхних сундуках больно большого ничего не получится добыть прямо такого знаете но здесь зато посмотрите целых целых три наковальня так я вижу еще алтарь целых три наковальни и ну вот туда вот блин поставить бы факел так ладно противные всякие насекомые не люблю темы насекомых в играх не знаю почему но они как правило очень противно здесь нарисованы все и как бы может их не размер меня смущает серии я честно говоря не знаю причины моего недовольствия так вот блин и опять вот туннель да такой непонятный 5 такая небольшая пещерка и опять там пещерка я так понимаю она так и будет я честно я не знаю я не смотрел вики и не хочу смотреть мне интересно все узнавать самому но я вот не знаю если здесь босс какой-нибудь и то есть какой пустынный босс хотя вполне может быть до какой-нибудь мало ли какой-нибудь муравей главный какой-нибудь как нефиг делать но вообще меня конечно отправляли в пустыню поэтому мы долго здесь не будем находиться мы сейчас полазим если ничего такого великого не найдем то пойдем в пустыню будем ее исследовать то есть по крайней мере мне так закопанный тот же насекомый тоже насекомое но закопанное она у нас стреляется так и вот такое чувство что вот сейчас вот везде звуки этих насекомых ну вот в любой угол куда ни тыркнусь везде постоянных помещения умрите отлично не зря шел не зря шел это так по моему то какая-то такое чувство а это стрекоза была здесь угоу а вот это интересно здесь смотрите здесь железные дороги давайте все умрем все дружно умрем и сейчас мы отправимся в путешествие но сначала мы посмотрим что вот в этой комнате осветительные приборы вау классные ботиночки кстати вообще классные ботиночки благодаря им я смогу цепляться то есть я их находил еще в старой версии вот когда начал так сказать перед обновлением играть и вот как лучше наверно поехать интересные или сначала исследовать а давайте поедем и сразу сердце как хорошо я понял как вот садится а как слезать с нее а ах а а все нот я ухты какая какой червяк я научился слезать только благодаря моему этому крюку то есть я просто как бы им цепляюсь и все так ну давайте обследуем по крайней мере пещерку кстати эти ботиночки которые как шипы они тоже модернизируются и то есть они как бы тоже как материал идут понятно в общем везде везде есть у нас пещеры какие-то так еще один крик сердца 300 жизни у меня уже погнали еще одно сердце уа ва и 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 ладно я слишком загнался уже не вау какие большие пещеры вот это круто ребятки вот это круто я даже смотрите в другой как бы перехожу перешел в другой это что какую-то ачивку мне дали задавил тип что ли а где-то я здесь еще видел сердца вот как вот так вот слизим сам я по по рельсам ходить не могу но крюк за них цепляется забавно так давайте осветим эту комнату потому что тут уже такой да отстань ты тут уже такая вау круто колечко но она самое главное что это материал для чего-то круто круто у меня есть кстати у меня есть кольца еще сердце ну вообще просто я не зря похоже сюда забрел ну ладно в принципе тут можно до бесконечности так лазить потому что пределу этим к такому вообще нет вообще никаким к такому по моему нет предела потому что всегда что-то можно в них найти так здесь я был да здесь я был но мне теперь вот ну давайте знаете что я наверх буду выбираться другими путем чтобы по тем же не ходить все таки мне кажется так будет интересней а выбраться здесь элементарно наверно будет потому что я вон там наверху уже вижу выход ну вот это пещерки не в самом начале такие пещерки было бы очень круто по ним походить потому что под моим дом как-то неудачно получил что что мало пещер такие вот больших именно больших пещер ну-ка нифига у меня представляете меня факел и кончились ну это рано или поздно должно было случиться так отлично продолжим дальше так вот этого наверное материала на этом побольше набрать потому что вполне из него какой-нибудь ну что тут явно из него делается просто надо будет разобраться что именно и здесь конечно песка на век не хватит так ну давайте вот здесь вот выберемся вот здесь как раз нормально плюс еще немножко с моим 15 процентным шансом откидывания он еще сопротивляется ну потому что не 6 ног наверное поэтому так ну ладно в принципе все понятно и здесь уже выход получается да все давайте пойдемте вылезаем отсюда такая мощная пещера ловушка как знаете есть жук который воронку из песка делает в пустыне да и сидит в этой воронке внизу и когда туда жучок падает он не может выбраться и как бы как можно как постоянно все ниже 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 опускается и в конце концов умирает крышнях этого так вот блин торгуется пришел конечно это было бы круто ну ладно торгуется не первый раз приходит и не перенеки мы еще успеем с ним поболтать и черт возьми еще один метеорит я не знал что их два упала то есть я вот знал что один это второй метеорит то есть проблемы с ми с рудой метеоритный явно не будет проблем никаких да что же попасть то не могла какая-то как пещера здесь по моему ничего нету такого да ну тогда ладно да что ты будешь что ты говоришь к напала на меня слезень то что ж такой то чем не прыгать то вот подсолнухи и еще у нас багрянец один да я так понимаю то есть меня с двух сторон багрянец и по моему у меня пришел новый житель какой-то смотрите вот надпись синим десят пауков я по-моему убил сейчас да так ладненько это что такое за руда а это медь просто на ну как бы выглядит так необычно так понятно похоже такой же туннель и неужели там тоже эти сердца можно будет найти а интересно кстати с них тоже самое будет падать то есть это такой же данжик просто там же можно внизу получается также выбить ктулку такой же пистолет можно получить так что ли получается или что-то другое интересно я даже не буду специально спускаться туда чтобы как бы вы мне могли рассказать и по моему смотрите здесь даже еще один еще одно такое подземелье вроде бы честно говоря даже не знаю давайте пойдемте дальше потому что вообще я знаю конечно что здесь был были джунгли где-то но вот я не помню насколько далеко и вообще до конца я тоже не знаю что там в конце я знаю что здесь мир конечно не бесконечно еще один данж получается да нифига то тут вот этот кстати биомчик то он побольше будет чем тот с другой стороны с правой и вот что-то у нас начинается по моему другой биом как минимум ух ты что такое ну не знаю что это такое но было вот по моему кстати как раз таки и джунгли начинается потому что смотрите вот это что это у нас это как раз муд так у нас тут в общем сейчас бардак творится вот что в инвентаре давайте лишнее я выкинусь и кинжальчики бутылки 4 кстати хорошую бутылочку и зря наверное и выкинул вернем обратно хорошо вот этот телепорт домой точно растение семечки два гриба выкинем точно они мне сейчас не нужны потом вот эту трубку давайте выкинем она мне тоже сейчас не нужно так что еще мы можем выкинуть ну пока что в принципе терпимо да знаете больше это не на джунгли похоже на болото какие-то честно говоря потому что так прям ну прям и внизу такое болотцы я бы даже сказал ого ого сколько пиранита откуда я чё одну не на что ну а хотел бы я факел чуть ниже поставить и осветить ту пещеру вот она ну а давай разгон такой с буксом под водой же так по-моему я что-то нашел по крайней мере точно сундучок нашел и здесь у нас какая-то вант какой-то вант и кучи всякого барахла бутылки какие-то непонятные так вот эту бутылку давайте мы сразу выкнем это тоже выкинем стрелы выкинем и все остальное мы заберем и я прям наверное чё за вант у нас что какой-то не пойму что за какой-то шиклка не вант какой-то ну ладно в принципе это не критично погнали дальше прямо сейчас вот такой себе прям подъем тут сделаем скопаем сейчас тут все так ну по-моему я опа вот это вот по-моему как раз таки из джунглей вот это вот вонючка ну-ка клешни у нее так ладненько давайте полазим в джунгли спустимся вот здесь вот нифига там пираний прошу прощения прям очень сильно извиняюсь а почему карта открыта можете сразу задать такой вопрос и я могу сразу на него ответить потому что мы в одиночестве в когда я играл еще в мультиплеере мы тут немножко побегали но мы исключительно просто побегали то есть мы глубоко не спускались поэтому давайте я вот займусь исследованием какой-то отравляющий гриб что ли как минимум еще один гриб и личинка какая-то ай-яй-яй что такое робот чего то есть я что-то выбил я выбил типа какой-то шапки что ли еще что-то выбил господи не на что время так давай вот так вот и выпьем все в общем сейчас вал что это такое какой-то гайд блина не хватает у меня место катастрофически притом не хватает баночки давайте завязаем эту банку эти баночки оставим так какой-то гайд непонятный по моему его можно сюда класть да и но мне что-то будет давать какую-то возможность по моему если я не ошибаюсь он будет давать возможность что и когда он у нас как бы установлен этот том то у нас есть какая-то вещь непонятная блин обидно обидно тоже выпьем давайте а вот я знаю что мы вот это точно точно не нужно вот место меди возьмем то есть когда этот том у нас установлен то мы сразу из ли он получаем веревки они лианы и а или как-то решну как-то вот в этом роде я точно не уверен конечно своих словах я у меня только предположение но может быть и так она так а мне так и я даже не знаю честно говоря что я ищу может быть здесь а во первых здесь можно будет найти по моему что-то вроде улья какого-то если я не ошибаюсь конечно где-то же пчела босс пчела должна быть и вроде бы если не ошибаюсь мне говорили что она будет в джунглях может быть и нет ну ладно в принципе это не критично так я смотрю вот это растение опять появилась здесь с него больше ничего не падает как-то никаких вот жал там и его там или что-то в этом роде такого нету тут кстати надо будет перезарядить пистолет потому что у меня кончились патроны к пистолету так я нашел какую-то комнату с какой-то статуей девок какой-то господи все какое-то непонятно и честно как первый раз все встречаю так ну-ка открывайся так здесь у нас сундучок в котором отлично отлично есть очень интересные вещи во первых мы здесь вы давайте осветительные вот эти стрелы выкинем осветительные патроны заберем гранаты не нужны это все мне и вот эту вещь я тоже оставлю потому что она мне не нужно потому что такая у меня есть блин ух а что это там такое светится это по моему светится паутина кстати если не ошибаюсь а вот это что светится а это светится вещи которые мне как бы то сейчас посвечивается вроде бы все вражеские моменты которые могут мне как-то так или иначе навредить если я не ошибаюсь ай-яй-яй-яй смотрю здесь что-то все больше и всего становится ой господи фу противная вещь какая смотрите уже целых двери а найти то есть может быть чем ниже тем одни и больше становится давай умри умри мури я прям уже спускаясь так это знаете мне уже интересно что-то найти ух ты смотрите что это такое и ты свечащиеся растения черт возьми и самое забавное что я нашел дерево смотрите а можно его срублю для на обычное речь махонной какой-то я что-то я поднял точно и тут один муд только о пчела то есть здесь где-то значит есть улей по моему я нашел то что хотел то есть я нашел приключение себе честно говоря по крайней мере как минимум я теперь знаю к чему мне стремиться и кого валить да так стоп-стоп-стоп не отвлекай меня так золотишко ну-ка я что же могу стрелять легче в натуре легче да куда ты есть летучая мышь которых ни черта не заметно так куча куча всячески это грибов куча всяческих непонятных предметов свечащиеся растения какой-то смотрите какой-то вообще стрелковое растение которое отстреливается от меня господи да тут прям я а это а это слаймы такие господи это вообще жесть надо бутылочку завязать так похоже знаете я как-то не серьезно подошел к проблем ухты нпс смотрите девочка хоть стоит потерянная девочка так ладно золотые слитки я оставлю здесь пускай они так ну-ка чуть 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 творится там спокойно а ты не зачем зачем ты а зачем она на меня нападает ребят кто не знает и открыл я достижение взял девку завалил прям великое достижение ну ладно на этом я точно буду заканчивать путешествие тут можно наверно добиться это что такое за материал ну а чем и мне он не падает главное а по моему это как раз таки часть улей если я не ошибаюсь и если ошибаюсь вы мне конечно же напишите также напишите сразу может быть что ну что мне ждать допустим если я найду пчелу и на найду или я ее блин смотрите какие-то картины тут чем дальше спускаешься тем интереснее становится место у меня все меньше и меньше и знаете что такое чувство что мне конечно надо бросать тут все и идти домой что я прямо сейчас вот сделаю потому что чем дальше я буду спускаться тем больше и интересных вещей буду находить я прям даже не буду заглядывать сундук который там находится во первых давайте посмотрим что у меня за человечек пришел а это у нас пришел шахтер отлично надо будет еще пару этажей сделать для людей такой большое количество людей приходит и еще ехать хотел посмотреть что у нас крафтится прошу прощения что у нас крафтится вот из этого предмета а вот такие вот супер какие-то ботинки ну или какие-то какой-то такой предмет потом вот это у нас что такое смотрите нифига себе из моих ботинок из вот этого что-то такого непонятного да что кстати можно вот так вот поставить сюда вот потому что там пять процентов скорости бега и еще какого-то амулета я получу супер какие-то ботинки вообще суперски так еще вот здесь есть кольцо такое и черт возьми смотрите два кольца и кстати у меня ах и вот к сожалению здесь на английском и я не могу разобрать что там ну ладно это ерунда кстати шапочку это мы давайте вот вот сюда положим потому что нужно настроить над надстроить не надо моим как бы садом в дому вот здесь вот еще один этаж и я и я там бы хотел поставить манекенов на которых я буду надевать шапочки и тому подобное чтобы это все как бы выглядело более шикарно более симпатично плюс там же также я хочу расставлять вот эти всяческие брать мечи к примеру и так вот их раскладывать просто чтобы это было декоративно симпатично смотрелось мне кажется это будет интересно ставьте лайки этой серии такой довольно таки активный подписывайтесь на канал всем всего хорошего с вами был нильф горн пока